Давайте перейдем к вопросам и к нам. Я бы, наверное, пригласил разработчиков. Давайте пока к нам по релизам. Что, как, пожалуйста. На последних слайдах у вас была очень, на мой взгляд, удобная и нужная интеграция. Вы говорили БУС и Битрикс Нетворк. Возможно, вы наверняка встречались с тем, как Red Helper и так далее. Ну, онлайн-помощь по продажам. Сделать ли онлайн-помощь для… Да, чтобы можно было… Вы знаете, мы обсуждали эту тему, неоднократно обсуждали. Нам кажется, ну и по тем данным, что мы собрали, что у этих сценариев короткий жизненный цикл. То есть ее ставят на сайт, на систему онлайн-консультирования. Через некоторое время обнаруживают, что надо отвечать. Это довольно проблематично. Во-первых, во-вторых, ты людей нагружаешь. И какой-то жизненный цикл у этих функций достаточно короткий. Либо очень не у больших магазинов. Большие, наоборот, стремятся к самообслуживанию. Потому что, не знаю, если Евросеть посадит онлайн-консультантов, там несколько сот человек, наверное, нужно будет, чтобы они сидели и отвечали в онлайне. К тому же их на этом рынке достаточно много. И общая реакция пользователей, что чудом не станет. Хотя на самом деле у нас много чего есть. Есть чат, есть видеозвонки. Много других вещей, из которых можно собрать что-то. В принципе, можете выпустить на базе этого что-нибудь в marketplace. К примеру. Пожалуйста, вопрос. Очень хотелось бы от вас получать, именно как разработчикам, это черновики API для Bitrix24. Ну вот анонсировали, что будет API для диска. Да. Хотелось бы видеть черновики. Я понимаю, что они будут меняться. А зачем вам черновик? Общую концепцию. Подготовиться. Ну, идею понять, как это будет взаимодействовать. Как API Dropbox или же там нечто похожее. Я буду готовить, например, приложение, которое будет рассчитано на работу с диском. Да, да, да. К сентябрю. Мне хотелось бы видеть черновики. Но сейчас же базовые API есть, но появится несколько методов, которые будут работать. Ну, можно попробовать поразмышлять. Но мне кажется, мы раньше выпустим, чем будем публиковать. Да, я вот только и хотел сказать, там работы на неделю, мы дольше будем готовить черновики. Совершенно верно. Вообще диск уже достаточно далеко, как мне всегда говорят. 90% готово, да? Осталось последние 10. Это самые сложные 10%. Вопрос из онлайна. Да, два вопроса в онлайне. Первый. Не собираемся ли мы сделать нативное приложение? Android работает не всегда там, типа гладко. Нативное? Для какой платформы? Android. А что у нас не Android? Не нативное? Не знаю. У нас нативное. У нас нативное. И второй. Bitrix Network. Сделать возможность настраивать, какую информацию показывать всем, какую-то только тем, кто авторизован. Из профиля. А это настраивается в профиле? Шестереночку найдите, да, там есть настройка, кому что нужно показывать. Сейчас этого нет. Почему? Там же есть права. Сейчас этого нет. Они ставятся, но они не применяются? Не, я же ставил себе профиль. То есть сейчас мы, как мы разделили, что эта информация приватная, а это не приватная. Так оно выводится. А, по людям настраивать? Дальнейшим по планам у нас есть, чтобы каждый человек настраивал себе, какие поля он хочет кому показывать. А, я понял. У кого микрофон? Давайте. Тише, тише, не надо. В федеральные интернет-магазины. Будет ли связка местоположений с IP-адресами? Местоположений с IP-адресами? Да, чтобы автоматически перенаправлять на сайт Барнаула, сайт Санкт-Петербурга и так далее. Ну, вообще, прям вот не думали такую штуку? Может нам все-таки сделать какую-то дистрибуцию базы IP? Но вообще база IP достаточно большая. Не все сразу по умолчанию готовы. Там же есть модули для Apache, для других сервисов, которые можно ставить. Они более эффективны? Связка? Ну, связка, видимо, какая-то будет, да, наверное. Ну, посмотрим. Поразмышляем. Спасибо. Давайте вопрос. Вадим Юдин, ВВБИ. У меня вопрос с прошлого года, с прошлой летней партнерки. Когда вы начнете в сторону Windows Phone смотреть? Да мы все время на него смотрим. А действия какие-нибудь предпринимаете? Мало их, маловато. Спасибо за вопрос. Вы его всегда задаете, и все его задают. Ну, не так много, кстати, задают, но задают. Всегда все и задают, но мы всегда всем отвечаем. Пока доля не очень большая. И мы все-таки ждем, что что-то изменится с точки зрения Windows Phone. Учитывая, что недавно Microsoft'овская Nokia выпустила телефон на Android. А недавно еще один выпустили на Android, уже не сильно урезанном. Ну, какие-то странные сомнения, понимаете? Ну, сделаем. А дальше? Ну, нету горизонта. Прям не просматривается горизонт даже на год. Скорее вот какие-то слухи, шум по поводу того, что или сильно изменится, или что-то еще случится, может быть, там непонятно. Пожалуйста, вопрос. Анастасия, первый бит. Это скорее не вопрос, а пожелание. По поводу прикрепления файлов в видеоконференцию или там в мессенджер, то хотелось бы, чтобы была возможность настройки, к примеру, прикрепления файлов из хайлоудов. Или прикрепления файлов из инфоблоков. Из хайлоудов или инфоблоков. Потому что, к примеру, сейчас текущая задача, нам нужно, чтобы в мессенджер передавались файлы из определенных хайлоудов. Но сейчас нереализованно мы будем свое делать. Это вы не про битрикс24? Ну, и вообще желательно, чтобы это было и в обычной версии. То есть это может быть корпортал обычный, не битрикс24. Потому что такая необходимость есть уже не первый раз. Клиенты обращаются, говорят, что они хотят передавать файлы, допустим, из определенных инфоблоков, которые у них есть. И хотят еще настраивать, что для определенных пользователей там с такими-то параметрами, для других-то пользователей с такими-то параметрами. И в стандартном функционале это никак не реализовано. Ты понял, Юр? Нет? Ну, то есть, чтобы была возможность прикреплять файлы из инфоблоков или хайлоудов. В зависимости от... В инфоблоках файлов, там много файлов? Ну, понятно, понятно, чтобы была настройка из определенных свойств, подгружать файлы. А для этого была придумана медиатека, но она вроде в портале не используется. Ну, она практически не используется. Ну, вы понимаете, в данном случае что такое отправить файл будет? Это отправить ссылку на его скачивание. Ну, фактически, да. Ну, это сейчас можно сделать, если вы постите ссылку на файл, то она выглядит... Ну, нет интерфейса для выбора. То есть, нет интерфейса для выбора файлов. Очень техногенный какой-то сценарий. Мы, наоборот, стараемся уйти в область более юзабельного интерфейса. Это такой даже, ну, прямо айтишный-айтишный сценарий. Частный случай. Да-да-да, это прям тяжеловато звучит. Кажется, очень узкое использование. Вообще, одна из целей по релизу иногда даже избавиться от сложного неработающего функционала. Либо его упростить, сделать работающим. Вот очень разные продукты. Битрикс 24, он такой эндьюзеровский. Он больше по сценариям использования. Совсем другая часть работы. А я где-то видел вопрос. Прошу. Павел Москва. Повторюсь. Я уже понял, что, по всей видимости, project management как-то очень сильно пугает. Расскажите хотя бы на словах, почему? Что в этом такого? Потому что вещь сама по себе очень полезная для большого количества компаний, которые ставят портал. И это, в общем, драйвер для того, чтобы его покупать. Это очень много работы, во-первых. Во-вторых, мы не хотим, скажем так, делать новую работу, не доделав старую. В данном случае мы хотим навести глянец, и потом уже с чистой совестью приступить к глянцу диаграммы Ганта, к управлению ресурсами, смотреть, какие ресурсы на чем задействованы. То есть это большая работа. Мы будем сейчас параллельно планировать, проектировать это. Но без этих глянцев, которые сейчас необходимы, придется потом в двух местах править, скажем так. Ну и прям дилемма была. То есть мы размышляли, пойти по этому пути или все-таки доделать более массовый, более простой. Я в целом иногда повторяю тезис о том, что в основном компании не проектные. То есть мы-то с вами проектные, то есть нам бы тоже хотелось. Но в большинстве своем компаний более простые. Они смотрят на это как на исполнительную дисциплину, как на задачи, на сроки, на общее управление по задачам. Но мы не оставляем эту тему, мы обязательно будем двигаться по ней. У нас даже есть там заготовки по зависимости задач, и есть там данные, но пока нету визуального представления этой части. Насчет чего? Боимся? Нет, это вопрос скорее ближайшего приоритетного этапа. В этом проблема. На самом деле полнофункциональный в большинстве случаев действительно не требуется project management. То есть с учетом ресурсов. Ресурсы, да. Если абстрагироваться от ресурсов, то это то, о чем вы говорите, зависимая задача. Но это из разряда как бы, ну сделали диаграмму Ганта, а дальше что с ней делать? Просто посмотреть, ну хотя бы зависимость сделать. Тем более, что кнопочки-то есть, они только просто не работают. Это как бы странно. Это вам по диаграмме Ганта, если на нее заходить, просто мы пока на нее, скажем так, не заходили. С фонариком, чтобы посмотреть. Там если на нее зайти, там сразу начнется вопрос. Сделать, чтобы она масштабировалась нормально, чтобы там нормально сортировывались эти поля. Ну то есть там очень много работы, мы, скажем так, не идем пока на нее. Ну как бы да, просто это тот функционал, который вы как бы заявились. Вот мы, у нас такая штука есть, у нас клево. Приходишь, начинаешь топтаться, а где там клево, в каком? И там грабли, здесь грабли. Использовать сложно. Нам самим для своих проектов неудобно использовать данный продукт, хотя мы пользуем портал. Согласна. Пожалуйста, вопрос. У меня вот такой вопрос. По поводу работы мобильного Берега 24 в оффлайне. Помнится, у вас была такая идея, что, ну даже говорили о ее реализации, что задачи, поставленные в оффлайне, потом будут переходить в оффлайне. Про задачи мы не говорили. Я прям запись посмотрю. Посмотрите, мы говорили про просмотр. Ну а вот это можно реализовать? Если вы смотрели задачи, работали с живой лентой, с другими вариантами, вот сейчас в живой ленте реализовано, мы используем кэширование, вы можете открыть ленту. Это, кстати, обеспечило очень быстрый запуск приложения. И, кстати, там была первая реализация композита. Тогда он еще так не назывался. Вот эту часть кэширования мы реализовали. Но вообще сегодня не просматривается, опять же, на рынке оффлайновый режим. Он рискованный, он требует очень большой доработки, и он не очень ценится. В самолете можно с интернетом, в общем, лететь. Поэтому скорее тема в онлайн движется, нежели в большие усилия по оффлайну. Мы думаем, чтобы CRM-ка могла складировать и интегрировать контакты, чтобы входящий звонок у вас отображался. Вот такая тема у нас есть, мы ее внимательно обсуждаем. Но чуть-чуть она про другое. Она не просто про оффлайн режим. Поэтому мы размышляем так. Пожалуйста, вопрос. Кирилл Минчук, Альтереков. У меня сразу несколько вопросов, таких небольших. А давайте пока мы попросим разработчиков, кто у нас должен был отвечать со стульями. Пробирайтесь сюда и располагайтесь, чтобы можно было сразу их поспрашивать. По Bittrex24? Ну, они скорее фичер-квесты. Будут ли группы проектов? Что будет ли? Группы проектов. Поясню, на текущий момент есть проекты, которые на поддержке, а есть проекты, которые в разработке. Соответственно, когда ты участвуешь во всех из них, у тебя слева 120 штук, их это неудобно. Но это группировка рабочих групп. Группировка, да, групп. Она в коробке есть. И тут прям вот западный наш отдел очень активно агитировал нас это применить в облаке. Сережа Кулешов, не шумите там так сильно. Но в облаке будет? Будет, да, конечно, когда не будет. Все? Уговорили? Еще по задачам вопрос. Забыл. Вопрос по учету времени. Как завершить рабочий день в полдвенадцатого ночи? Эта кнопка не работает после восьми вечера. Ну, прям после восьми. Она после двенадцати не работает. Не знаю, у меня после восьми девяти не работает. А, спасибо. Слушайте, ну там на самом деле логических есть несколько дилемм. Все говорят, а я хочу в пять утра закончить день. Но мы рассуждаем так. Ты его должен закончить до двенадцати. Ну вообще обычные нормальные люди заканчивают его до двенадцати. Но если ты не обычный нормальный, ты заканчиваешь до двенадцати, начинаешь его дальше. Я вот единственное, что хочу, чтобы он заканчивался в двадцать четыре ноль ноль. Его можно было запустить в ноль ноль. Поработал еще до пяти, остановил. И по файлам к задачам вопрос еще. Будет ли возможность выбрать файлы из других задач при добавлении файла? А с правами как? Что? А с правами. Мои файлы, которые я загружал в другие задачи. Они же по идее должны на диск загружаться. Все файлы, которые загружает человек, они в его файлах сохранены. Они на вашем диске уже лежат. У меня диск отключен. Какой диск отключен? Bittrex 24 диск у меня отключен локально. На портале, соответственно, у меня эти файлы к задачам, которые... Значит, они на портале. Вы просто не синхронизируете. А они на самом деле хранятся... При добавлении нового файла к задачи к новой нет в выборе из файлов, существующих на диске, ни одного файла из другого. Не, не может такое быть. У вас коробка или облако? Облако. Да я покажу это. Покажите. Вообще, есть мои файлы, мой диск. В моем диске, в загрузках это должно быть. Все, что загружено куда-нибудь, хранится в моем диске. В загрузках, в разных типах там, по-моему. Все должно быть, по идее. Или по правам не видят. В задачах нет? Давайте мы отдельно его помучим. Вообще, по концепции должно быть так. Вот эти переделки именно модуля, новый модуль диска, он в принципе должен такие задачи решать. Потому что мы делаем здесь отдельное хранилище и делаем возможность между ними файлы передавать. И все, что было загружено пользователям, им самим, оно будет и находится сейчас в папке «Мои загрузки». И это из этой папки можно всегда выбрать. Если пользователь, вот был даже интерфейс, зайдет на страничку «Мои загрузки», он увидит все, когда он когда-то загружал, и он увидит, где эти файлы приотачены, в каких задачах, к каким постам, где там CRM и так далее. Круто. Ну, чтобы можно было видеть, если кто-то хочет почистить. Давайте, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, вы можете задавать вопросы не только нам, но и ребятам, по всем темам, по которым они выступали. И вообще по продуктам. Это Николай из компании «Сотбит». Я уже на прошлой конференции спрашивал, будет ли нормальная интеграция интернет-магазина и CRM. То есть именно отстройка свойств. Например, мы на проекте, где-то месяц тому назад я попробовал сделать. Юр Валушин, а ты сюда переезжай. Это твой вопрос. Чтобы в CRM создавались заказы из магазина с телефонами. Сейчас, тем более, имея АТС, менеджер просто идет и прозванивает их. Имея все данные, которые оставил человек, звонит и говорит «Здравствуйте, у меня столько компании». Сейчас этого нету. А вот элементарно сделать очень нужно. Ну, вообще идея и сценарий выглядит, конечно, красивым. Заказ сформировался в интернет-магазине. Он загрузился в CRM в Bittrex 24. Поступил входящий звонок, и ты видишь клиента, заказ, все, что он сделал. Юра, что у нас там не работает? Там базовые вещи работают. Там свойства, и заказ передается. Правится он… Почта одна, и имя передается, сейчас все. Ну, я настройки искал, и ничего не нашел. По пользователю мы не передаем данные? Да, вообще никаких. Не по заказу, не по пользователю. Давайте базовые вещи сделаем. Почта, и имя. Нам нужно контакт, компанию передать, да? И телефон. И заказ. Телефон обязательно. Базовые вещи сделаем. Это вообще хороший сценарий. Мы хотим открывать. Волосики из онлайна. Хотелось бы предложить копирование, перенос комментов между задачами, хотя бы для админов Bittrex 24. Клибр для этого есть? Ну, коммент перекопировать? Или сделать для этого интерфейс с выбором задачи? Перенести, видимо, чтобы было удобно. Сложноватый сценарий, кажется. И еще спрашивают. Как, посмотрите, обновлять Bittrex на продакшн сервере, который находится под большой нагрузкой? Обновлять горячие боязно. Ну, отвечайте. Кто? Максим? Не обновлять. Ну, то есть, если страшно не обновлять? Нет? Ну что, что-нибудь посоветуем? Ну, уже посоветовали. Можно посоветовать обновлять сначала тестовый сервер, а боевой уже в часы наименьшей нагрузки по накатанному пути. Попроси, чтобы не шумели так сильно. Пожалуйста, Аброс. По рабочему дню. Мы сейчас планируем внедрять в Курпортал, и там будут сотрудники техподдержки. У них рабочий день начинается в 10 вечера и заканчивается где-то в 6 часов утра. Вполне нормальные люди, живые. Где вообще такие люди берутся? На какой рынок вы работаете? Тринад Провайдер. Ох ты, елки-палки. Ночная смена, да? Да, техподдержка. А в какой день это относите? Вот вы по бухгалтерии в какой день это относите? Ну, мы студия, мы разрабатываем. Я понимаю. Ну, вот давайте по логике рассуждаем. Человек начал работать в 10 вечера, да? Закончил в 10 утра. Это какой рабочий день? Какого дня? Двух дней. Ну, водитель. Нет, ну что, как, не бывает? Два дня. Четыре здесь, часа остальное туда? На заводе всю жизнь так работали, что вот ночная смена. Почему сотрудник техподдержки так не может работать? То есть, когда начал, тот рабочий день. А вот если он когда начал, больше 24 часов, все. Слушай, ну надо все-таки подумать. Ну, частенько вопрос этот звучит. Мы каждый раз объясняем. Тут еще сверху накладываются проблемы с часовыми поясами. Когда-то на Дальнем Востоке, другие. Да, 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 там есть еще одна проблема. Как перееду куда-нибудь по времени, тоже непонятно, когда закрывать. Ну, головоломка, подумаем, что с этим делать. Где-то вижу вопросы. Ну, давайте с онлайна пока предлагаем микрофоны. Мы планируем перенести ядро в отдельные репозитории, которые можно было бы обновлять, к примеру, через гид. Ну, кто ответит? Нет, хорошо. Следующий. Когда мы планируем закончить переход на D7 всего продукта? Ну, мы планируем закончить переход на D7. Планируем. Отлично. Планируем. Так, давайте вопросы. Нет, секундочку. Вот там тянут руку, никто не подходит. Давайте. Да, у меня то ли вопрос, то ли предложение. То есть пока еще не знаю, планируется ли реализация немножко другого подхода, реализации многоязычности на сайте. То есть как мы делаем до этого, да? То есть мы создаем несколько сайтов под языки, да, там S1, S2. В инфоблоках или вообще по сайту? Вот здесь и вопрос. Здесь и вопрос, собственно, да. То есть мы создали S1, S2, то есть S1 русский, а S2 английский, да? И создали мы, например, элемент, прикрепили его к S1. Сколько у вас языков? Ну, вообще там ситуация достаточно интересная. То есть два языка и при этом два сайта. То есть получается, грубо говоря, четыре сайта на одном ядре. То есть два русских на одном сайте, два английских на другом сайте. И то есть как приходится делать? Что мухлюют? Нет, мы не мухлюем. У нас одно ядро, одна база, там дизайн просто немножко. Ну, мы вообще много раз обсуждали эту задачу, обсуждали эту проблему и формулировали примерно так. Что вообще людей, которые на нескольких языках могут говорить, практически нет. Ну, одновременно контент писать. Но вся проблематика даже не в этом. Там, предположим, нашли, ну, на два языка есть, но на три, четыре нет. Но если мы берем даже тот же инфоблок или сайт, у него структура другая, контент другой, материалы другие. Никогда не бывает вот прям зеркальных сайтов, даже если взять какой-нибудь тот же Apple. Одно описание на русском, совершенно другое на английском или на немецком. Проекты отличаются и более правильной, кажется, концепция. Один сайт, один язык или инфоблок. Нет, просто вопрос в том, почему не сделать, допустим, так, да, то есть мы создаем элемент у инфоблока и говорим, что на этом сайте вот это свойство будет писаться вот так. На, допустим, втором сайте это свойство будет писаться на таком языке. Или, допустим, имя элемента на S1 оно будет так называться, на S2 вот так будет называться. Ну, а потом введите вот этот товар на пяти языках. Ну, на трех. У нас был такой продукт, он назывался битрикс-арендуемые магазины. Мы тогда придерживались вот этой концепции. Когда у тебя один язык, карточка товара нормальная. Но она сложная. Вот сейчас вы видели карточку товара, она сложновата, но нормальная. Потом добавили английский язык, карточка стала в два раза больше. Уже людей, которые с ней справлялись, осталось все меньше. Вы имеете в виду английская? Да, русская, английская. Отминская. Вот у тебя свойства идут, да. Потом добавили третий язык и все, и погибли все. Может быть, это вопрос юзабилити все-таки? Да, я согласен. Вопрос юзабилити, что мы не можем сделать карточку на кучу языков. Более того, самая досадная часть оказалась в том, что сначала мы думали, что хотя бы фотографии будут одинаковые. Потом пришли клиенты, которые сказали, нет, у нас фотографии на разные рынки разные. И в итоге, когда все пересчитали, оказалось, даже цена разная, осталось общий только какой-то уникальный код товара. Хотя потом и СКУ, по-моему, сказали. Нет, мы сюда продаем одно, и все, и стало понятно, что разные. То есть мы пробовали такой концепт. Он не жизнеспособным оказался. Хорошо. Все решения есть для этого. Довольно простое. Связка. Это просто сверху будет переключаться язык с русского на английский и переключается. Ну вот и про тот же вопрос. Да, но это другой инфоблок. И инфоблок остается тот же, кто другие полярки показывают. Да, ну это уже другой вопрос. И совсем маленький вопрос. Когда вообще планируется обновление PHP в виртуальной машине? Потому что там до сих пор 5.3.3, если не ошибаюсь. Там даже проактивный фильтр при сканировании ругается, что обновите версию PHP, но, к сожалению, при обновлении машины на пятерку она не обновляется. А мы на 5.3.3 остается. На какой PHP перешли? Мы перешли на 5.4 с прикомпилятором с новым. И очень хороший результат. Вообще надо обновить, да? Ну, Bittrex 24, да, это интересно, но все-таки виртуальная машина… Да, 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 мы обновим обязательно. Более интересно, мне кажется. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, вопрос. Добрый вечер. Отвлекусь ях немного от разработки. Такой политический вопрос. А политические все завтра. Что вы думаете по поводу конкуренции между разработчиками приложений для Marketplace и вами как разработчикам платформы? То есть можно вложить кучу сил в какую-то интересную идею, но учитывая, сколько у вас занято людей интересными идеями и крутых реализаций и пиаром, это просто бессмысленно, может быть. Ну, бояться-то всегда можно. Признаться, вот прямо напрямую мы так не думаем. Если вы видите вот текущие анонсы, мы стреляем по очень большим задачам. Мы вообще внутри сегодня исходим из концепции, вот даже по тем же лендингам. Мы сидим и рассуждаем, но это могут сделать партнеры. То есть это их, наверное, бизнес больше, нежели наш, да? Давайте мы лучше сделаем персонализацию, которая большая, сложная, математическая задача, которая даст конкурентную отстройку и фундамент, нежели мы будем, например, делать эту. Давайте послушаем, что они скажут, какие варианты. То есть какого-то прямого желания залезать на такие сегменты у нас нет, конечно. Ну и, как правило, решения маркетплейса, они для реализации более глубокой проработки, они используют, мягко говоря, костыли. То есть они пытаются как-то влезть в внутренности модулей, чтобы реализовать какой-то функционал. На что мы говорим, давайте мы эти костыли узаконим, сделаем их, а вот оформление, какие-то мелочи, плюшечки, это уже останется за решением. То есть мы напрямую не конкурируем, что мы не говорим, что вот мы идеально делаем это все. Нет, мы делаем, как бы почву подготавливаем, мы делаем универсальные решения, а уже какие-то кастомные решения, это уже в маркетплейсе. И на самом деле клиент выбирает, он некомпетентен чаще всего выбрать детали архитектуры внутри. Он смотрит картинку, вот если вы берете наше типовое решение, перекрасили, сделали из него другой интернет-магазин. Одежда, СКУ, еще что-нибудь. Они выбирают картинку, максимально похожую на то, что они хотят. Поэтому на самом деле конкуренции нет. Мы никогда не лезем ни в дизайнерскую, ни в визуальную часть, ни в эти области. Это все индивидуальные решения для партнеров. Пожалуйста, вопрос. Алексей Прокопенко, Белгород. Ребята, как-то не услышал, будет ли развитие механизмов и инструментов по бизнес-процессам? Хороший вопрос. Давайте, кто ответит. Очень интересный вопрос. Автор? Леха? А Леха, я знаю, что скажет. Он скажет обычно, дадут время, я сделаю. Да? Нет, на самом деле будет исправление ошибок. Эй, микрофон. Планируется исправление ошибок. Есть планы по переделке интерфейсов, по переделке в плане юзабилити, потому что там серьезные есть проблемы в плане юзабилити по составлению самих процессов, по использованию. Есть вещи, которые в процессах есть, есть возможности, но они не вынесены в интерфейс. Например, возможности написания формул в качестве значений параметров действий. Еще знаете, чего сильно не хватает? С живой лентой интегрируйте уведомления о заданиях бизнес-процесса. Да, и это тоже стоит в планах работ, чтобы можно было из бизнес-процесса в живую ленту постить какие-то данные. Потому что два разных совершенно механизма, и это сильно мешает. То есть, бакфиксы они понятны будут, а по новому функционалу и по юзабилити это вопрос исключительно выделения ресурсов. Вообще надо немножко, да. Это уже 16-я версия будет, да? Ну, что-то постараемся в 15-й. В 15-й обязательно что-нибудь пофиксим. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Пожалуйста, я не вижу там далее. Здесь. О, да, наконец-то. Дали микрофон, да? Спасибо большое. Два кратких вопроса. План рабочий на день. Наконец-то можно задачи сделать с какой-то категоризацией. Срочно горит, чтобы люди сами могли расставлять. А то вот огромный список на сегодня сделать, ни категории поставить, ничего. Даже сортировка по важности не учитывается. Это первое. И второе. Это надо в текущем релизе. Потому что очень мешает работать именно вот, когда у вас 130 задач висит. Но не сегодня, а вообще. Сортировать очень неудобно и неудобно работать. Это то, что ты имел в виду перетаскивание вручная сортировка этого списка? Хотя бы, чтобы можно было там видеть вкладки хотя бы. Главные на сегодня, потом, если успеешь, и все. Окей. И больной вопрос, универсальные списки, CRM-связка. А ее нету? Нет. Сейчас только. Сейчас только с другими универсальными списками. Нету свойства список? Верхняя редакция? То есть нету? Нету свойства инфоблока, привязка к CRM. А-а-а. Я не знаю, что скажете. Макс. Три строчки там кодить. Ты говоришь, запилить там за день может. Дай ему микрофон. Хорошо представим себе, да? Допустим, мы это реализовали. А что? Для чего это учитывать? А микрофон дайте ему. В кейсах даже, в обучающих курсах, есть автоматизация процессов, например, те же тарифы, техподдержки, хостинга или чего угодно. Как вот отдельно есть, когда клиент оплатил, ему надо автоматом счет выставить, понимаете? Или письмо написать. У нас теперь что получается? Отдельный список e-mail клиентов в универсальных списках, отдельно в CRM, и мы должны теперь ручками туда-сюда гонять. То есть на самом деле сценариев очень много. Как можно связать универсальные списки, построить на них бизнес-процессы, автоматизировать продажи и связать это с CRM, посмотреть эффективность. Ну, то есть я могу отдельно просто рассказать потом. А расскажите Волошину. Ладно? Волошину? Хорошо. Вот Юра, вот он сидит. Вот ему. Вы же сейчас говорите про Core Portal коробочный продукт? Да. Так вы можете сами написать это свойство пользовательской инфоблогов. И нам прислать. Пожалуйста, вопрос. Есть, есть, есть. Это очень обидные слова. Сейчас Макс покажет. Пожалуйста. Калашников Семен, 1С Рарус. Спасибо, ребята, за ваше намерение доработать модуль рассылок. Давно пора. Вопрос касается не только рассылок, вообще отправки писем. Идея такая. Можно ли включить проверку служебных заголовок SPF и DECIM? Вот хотя бы, я не прошу, что помочь настроить. Но это модуль Долганина включить в коробку. А что за модуль? Нужно дорабатывать рассылки. Окей. Хотя бы в таком виде. То есть проверить рассылочку. Менеджер нажимает кнопочку, проверяются заголовочки. Ему система сообщает, что проверка не пройдена. Если вы выполните эту рассылку, то ваша рассылка попадет на всех уважающих себя почтовых сервисах. Спам сразу. То есть к клиенту даже не попадет. Либо с пост-офисом. Сделайте обратно. С кем сделайте? С пост-офисом. Я понял. Окей. Ты понял, Юр? Подумаем. Спасибо большое. Пожалуйста, вопрос. Вопрос опять про бизнес-процессы. Хотелось бы, чтобы из бизнес-процессов можно было сделать вызов по внешнему линку. То есть сделать обработчик в приложении, которое из маркетплейса. То есть, например, отправить красивое письмо, чтобы было действие. Отправить красивое письмо, которым была бы статистика клиента, на что кликнул. Коробка или облако? Облако. То есть в бизнес-процессе сделать передачу данных или ID хотя бы лида, документа или же контакта в приложении из маркетплейса. Он устал и мы устали, не поняли сразу. Я просто не могу связать приложение с маркетплейсом. Нет, наверное, речь идет о том, чтобы в маркетплейс можно было публиковать свои правила для бизнес-процессов. Нет? Чтобы из бизнес-процесса можно было коммуницировать с приложением из маркетплейса. Вот. Чтобы бизнес-процесс мог что-то делать с приложениями в облаке. На самом деле, чтобы он мог что-то дернуть, а приложение это сделало. События, которые у нас есть в апе Bittrex 24, чтобы были или вызывались вот эти события, которые с маркетплейсом работают, с Bittrex 24. Понимаешь, о чем речь? Непонятнее. Я объясню ему. Я понял вас. Просто, нет, но если я, как я понял, то если выражаться коробочными терминами, то надо сделать действие. А действие, чтобы оно устанавливалось из маркетплейса. Нет, чтобы оно могло обращаться к маркетплейсу. Обработчик события делал. У нас есть события, которые можно в маркетплейсе приложение написать. Я так понимаю, что если говорить коробочными терминами, что ты ставишь приложение с маркетплейса, у тебя появляется, образно говоря, купищик этот, который ты встраиваешь в бизнес-процесс. Вот, ну, например, есть такая… Ну, как вариант, да. Это даже проще. Нет, почему? Все правильно. Мы вас поняли. Давайте вопрос еще. Да, здравствуйте. Группа компаний системной технологии в городе Калининград. Меня зовут Евгений. Вопрос по маркетплейсу. Мы столкнулись с тем, что нам нужно было выложить готовое решение на маркетплейс и столкнулись с некоторыми проблемами. Так что это больше, скорее, как жалоба, просьба изменить что-то. Первое – это документация по подготовке готового решения к выкладке. То есть полноценного сайта с модулями, с компонентами, то есть такого нормального сайта. Документация, как мы ее искали, она довольно разрозненная. Есть ее несколько вариантов. Единого, прямо вот пошагового инструкции, нормальной, понятной, нету. Вплоть до того, что нам пришлось нанимать фрилансера, который это когда-то уже делал, чтобы он смог нас поправить и направить. У нас не сведено это, да? И второе – это… Есть документация? Ну вот есть, говорят, документация. Ну, я говорю то, с чем мы столкнулись. Мы занимались плотно вопросом. И это действительно так с нашей стороны. Может быть, не там искали. Значит, неправильно маркетинг сработал. И второе – это система информирования об ошибках. Когда оно ставится, мы его дебажим, ошибки вывалятся в таком виде, что его понять нормальный человек не может. То есть мы отправили вам в саппорт, саппорт там расшифровывал, и то не всегда правильно. В итоге только тот человек, который уже много раз ставил решения, делал их, нам помог. Как бы, ну, вот эту ситуацию хотелось бы, чтобы поправили. Спасибо. Спасибо. Давайте вопрос. Чуть-чуть онлайна. Значит, Битрикс 24. Когда уже будет отчество по просмотру карточки контакта? Ждем два года. Да уж никогда, наверное. Раз в два года. Вообще тенденция такая, что сейчас вообще смотришь какой-нибудь Google.io, они такие, а теперь выступает Диана. Какая Диана? Диана, вице-президент. Пошла Диана выступать? Ну, имя, фамилия хорошо, с отчеством тяжеловато как-то, все утяжеляется. Ну, какой-то не интернетовский стиль, что ли. В коробках понимаю, а так, что прям надо отчество. А у нас же где-то настраивается, по-моему. Я, насколько я понимаю, оно просто не уводится по дефолту в карточке. То есть оно отчество там можно сделать? Да, да, да. Мы планировали, но есть в планах, мы сделаем настройку этого формата. Просто, ну, как правило, возникает дело, позвоните, там написано, там, Сидоров Иван, а там на самом деле, Сидоров Иван, ему 80 лет уже, ты ему, Иван, здравствуй. Ну, да, да, я понял. Нет, в CRM-то в CRM-то понятно, должно быть. Окей, следующий. Хотят API для всплывающего окна, у входящего в звонки, для интеграции с существующей АТС. Да, сразу, сразу, да, вот знают, кто спросил. И уже, видимо, давали даже ответ. И последнее. Клиенты присылают сдачи на почту. Автоматическая подстановка сдачи из почтового сообщения. Ой, ну, мне кажется, тоже одни и те же вопросы. Не уточняют. А, нет, уточняют, Битрис 24. Уточнили. Уточнили. Ну, что ж. Кажется, намного сложноватым сценарий. Письмо отвечает на него. Ну, пока вот сопротивляемся мы. Есть такое. Пожалуйста, вопрос я видел еще были. Да, здесь вопрос. Было много вопросов про миграцию баз данных. И из общения с коллегами я понял, что никто толком его не победил. Может, у вас есть какое-то готовое решение, как мигрировать баз данных, там инфоблоки, все эти свойства. Максим? Будет отвечать на этот вопрос. У нас минута есть? Это диверсия. Нажми кнопку. Я могу прийти с микрофоном. Не отвертитесь так. Здравствуй. У нас же мы выпускаем обновления модулей. Они, естественно, требуют миграции данных. Для этого мы пишем так называемые скрипты апдейтера, которые система обновлений на клиентском сайте выполняет. То есть нам все равно какой-то код писать надо, который или региструет обработчики событий новых, или добавляет колонки в таблицы, или добавляет файлы, копирует компоненты те же самые из модулей, которые в битрикс компонент с битрикс переносится. Мы пошли таким ненаучным путем. В каждом модуле, все знают, что есть такой файл include.php в папке модуля. Вот в этом файле разработчик модуля пишет единственный include. Include с относительным путем. Модуль апдейтер.php он называется. Система проверки обновлений не выпускает файл с этой строчкой, для того, чтобы на клиентах не напортачить. Разработчик собрал обновление, он строчечку удалил, к вам все ушло чистенько, мы следы замели. Вы об этом ничего не узнали. В этом самом модуле апдейтер.php хранится набор всех миграционных скриптов, начиная с самого первого, с рождения этого файла. Читается настройка из базы данных. getOption, string, имя модуля, ну и какое-то имя там. Database, схема, version. Череда простых if-ов позволяет нам заходить в них по очереди и выполнять эти самые миграционные скрипты при первом хите и первом подключении модуля. После того, как они все выполнены, делается отметка о том, что теперь версия базы номер 8, и мы ждем следующего прилета из репозитория, версия этого файла, который будет содержать изменения для девятой версии базы. Ну, модули из маркетплейса примерно так же обновляются. Как ядро обновить, понятно. Ну, на продакшене тоже обновили, там на всех серверах обновили, и база тоже обновилась. А если там, не знаю, контент-редактор подобавлял там свойства или что-то еще, то, ну, вручную что ли добавлять на всех серверах? Или нужно там самим выпускать какие-то апдейты и самим писать там через запись создание этих свойств? Помнишь, мы все кумекали над инструментом сравнения? Если разработчик для реализации логики на сайте создал инфоблог, справочник, добавил свойства и указал ему привязку, он, конечно, все это должен запрограммировать. Ну, в общем, понятно. Спасибо. Ну, помучай его немножко еще. Мне кажется, он уже поддается. Давай это, не уйдешь, а вот дожмешь. Вот что-то там есть, мне кажется. Вспомнился еще один вопрос. По поводу отчетов в Bittrex24, очень хотелось бы, в конце концов, полноценный ресурсный отчет с возможностью установки стоимости часа для исполнителей, часа для техподдержки, очень удобно. Вот я так и знал. Вот это вот всегда тянет, понимаете? Ресурсные часы. Ну, чтобы просто в конце месяца клиенту отправлять отчет и генерировать его руками. Западный отдел у нас очень уговаривает рекуррентные счета сделать. Очень есть большая вероятность. Чтобы не напрягать аккаунта, который сидит и потом руками собирает там, какой специалист, сколько его ставка, сколько выставлять в итоге клиенту. Это время занимает. Ну, есть очень большая вероятность, что мы подойдем к этой теме на зимней партнерской конференции, наверное, да, на следующий релиз. Большая вероятность. В этот релиз, скорее всего, не влезем, а вот следующий будем готовы обсуждать. Хорошо, спасибо. Здесь вот... Все, батарея уже. Здесь к вопросу об отчестве. Это, кажется, функционал уже вышел. Есть ЦРМ в настройках. Прочее форматирование можно сделать, чтобы показалось отчество. Вот так. Так, ну что? Коллеги, короткое объявление. Многие спрашивают автобусы, что у нас про специальное 19.45. Автобусы дожидаются вас. Соответственно, когда закончатся вопросы, все выйдете из зал, все закончится, они вас дождутся, все вместе поедете. То есть автобусы не уедут без нас? Нет, не уедут, они дожидаются, безусловно. Потому что многие спрашивают. Ну, я думаю, что нам... Давайте два-три вопросика еще. И будем завершать. Есть ли еще силы на вопросы? Вот, смотрю, рука еще есть. На самом деле, вы даже не представляете, какое большое влияние вы имеете. Вот я сколько помню случаев. Максим приезжал в партнерскую конференцию, говорит, меня там просили. Он садится, как вы там говорите, четыре часа, и фича готова. Он обычно даже ночью сейчас будет сидеть и делать что-то. Да, да, да. Так что вы зря. Это очень, это прям в мозжечок доступ. Прошу вопрос. Да, не знаю, возможно, частная ситуация. У меня нескольких проектов было, в которых требовалось реализовать мультивендорный магазин. Соответственно, требовалось каждому вендору реализовать свою систему оплаты с налогами и так далее и тому подобное. Говорят, 15-й релиз. Разные юрлица, да? Разные территории. Нет, это были как торговый комплекс с павильонами в последний раз. Ну, инфоблоки в помощи и много писать. Очень нетиповая задача. Потому что, ну, прям совсем нетиповая. Более того, на самом деле вы немножко утрируете, потому что по факту, по бизнесу вы должны будете для каждого заключать договора отдельные с платежными системами. Так оно не работает. Либо это просто не заказ, а просто обычная выписка счета. Давайте вопрос еще. Привет, последний. Может быть, тоже подскажете. Есть задача организовать с одной бразой возможность создания франчайз магазинов. То есть, там, видимо, на мультисайтовости, но на разных доменах. Вот как это, насколько это организуемо. То есть, заключается договор, создается… Но чаще всего многосайтовые редакции используют. То есть, отдельный сайт, отдельный франч. Мастер запускается, они мастером раскатывают отдельные папки. Ну, есть такие проекты, я видел. Реализуют такие сценарии. Вот еще. Ну, еще две-три руки давайте. Еще есть вопросы. Вот был коробочный корпортал, стал облачный корпортал. Сейчас есть коробочный бус. Будет облачный бус? Да что такое. Ну, никак не открутиться. Сколько мы не крутим эту тему, то есть, технологически мы действительно во многих вопросах готовы. Но бизнесовой составляющей нет. Интернет-магазин в аренду – это консалтинг. Это очень короткий цикл. Полгода ретеншн уходит. Потом нужно дорабатывать, потом нужно переводить в индивидуальную коробку. Ну, не складывается там бизнес-модель. Ни у партнеров, ни у нас не видно как-то горизонта. Пока мы не очень хотим влезать в эту тему. Вот успешные же есть проекты, а iSales Pro там еще какие-то есть. Ой, я не могу вам все рассказывать. Ну ладно. Извините. У меня пару идеи есть на эту тему. Поверьте мне. Вопрос про лицензирование малого бизнеса, бус, редакция интересует. Ввели ограничения не так давно, и мы столкнулись с тем, что мы считаем не совсем логично ограничение по количеству цен. Просто у многих заказчиков наших есть такая ситуация, что у них в 1С заведены скидки двумя колонками цен. То есть, есть цена продажная и цена со скидкой. То есть, они не скидками выгружаются, а двумя колонками цен. Задача вроде простая, но требует сразу бизнеса. То есть, вот вопрос. Ну, это хорошо, просто по идее, вот им бизнес может и не нужен. То есть, мне кажется, что мультискладовость, это лучше мультискладовость упирать, чем мультиценовость. Может, скидками лучше пускай выгружают. А мы скидки собираемся, да, скоро выгрузить? Мы скоро выгрузим скидки. Вот тогда выгружайте скидки повыскорее. Давайте так, не хотим уже снимать это ограничение. Давайте вопрос. Подскажите такую тему. Вот у вас в многосайтовости есть возможность перекидывать куки с одного домена на другой, для того, чтобы они распространялись. А вот когда один сайт и два домена, у меня возникло ощущение, что это не работает. 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 У меня авторизация не распространяется на второй сайт. Может быть, дело в браунде? Нет, все включено. Должно. Сейчас проверят. Да, прописан. Сейчас Максим проверит. Там вообще распространение кукисов идет не по многосайтовости, он собирает все домены со всех сайтов и по ним распространяет. Так, вопросы? Онлайн. Ну что ж, коллеги, первый день технологической конференции завершаем. Спасибо вам большое за отличные вопросы и вообще за полное участие. Спасибо большое, ребят. Спасибо. 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 Спасибо.